257 человек утонули в области за последние пять лет в осенне-зимний период. Такую статистику озвучили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Собравшиеся обсудили обеспечение безопасности на водных объектах в зимний период. По словам сотрудников ГИМС, количество погибших на водоемах увеличивается в период ледостава и таяния льда. Связано это с усилением клёва, когда на тонкий лёд выходят рыбаки. В преддверии зимнего периода руководителям муниципальных образований рекомендовано принять меры к недопущению эксплуатации несанкционированных ледовых переправ. А в местах массового скопления людей на льду организовать временные выездные спасательные посты. Кроме того, необходимо проводить профилактические беседы с населением. Важнейшей профилактикой гибели людей на водных объектах в зимний является предотвращение выезда на лёд транспортных средств. Работа в этом направлении ведется недостаточно активно, о чем свидетельствует гибель. 20 марта 2015 года в районе села Кашеле Воскресенского района двух человек, выехавши на лёд на автомобиль Нива. Для этих целей органы местного самоправления уже сейчас необходимо провести мероприятие по выявлению возможных мест съезда на лёд и ограничению выезда путём перекрытия съезда, обустроивши лобам, ограничения постоянного дежурства патрульного спасателя. Обсудили собравшуюся и готовность Дорожного фонда к зимнему периоду. Заготовлены 80 тысяч тонн различных материалов, в том числе 7 тысяч тонн технической соли для борьбы с гололёдом. Это 80% от всего необходимого. А вот на расчистку улиц от снега пока могут выйти только 660 единиц спецтехники. А это лишь половина от необходимого количества. Но к чрезвычайным ситуациям с затором на трассах чиновники готовы. Для ликвидации их последствий сформирован мобильный отряд тяжёлой техники в количестве двух шнокороторных снегочистителей, двух бульдозеров и двух автогрейдеров. Разработаны регламенты действий в случае чрезвычайных ситуаций во время снежных заносов. Схема переброски техники в зону чрезвычайной ситуации на участке автомобильных дорог со снежными заносами. Регламенты и схемы доведены до всех подрядных организаций. Кроме того, создана единая диспетчерская служба, которая будет осуществлять круглосуточный мониторинг дорожных условий на региональных трассах и координацию работы всех служб. Продолжение следует...